Всем привет, мои дорогие зрители! Рада вас видеть на своем канале! И сегодня я вам хочу приготовить отличный рецепт овощного, не знаю, рагу, как хотите это называйте. В общем, мы все эти овощи будем обжаривать, и все это будет очень вкусно. Основа этого блюда это фасоль. У меня вот такая вот вареная красная фасоль. Вы можете заменить такую фасоль, просто купить в баночке уже готовую фасоль. Фасоль в томате можно, отлично подойдет. Также сегодня к этому блюду я решила добавить стручковую фасоль. Мне кажется, это будет такое, знаете, красочное, богатое сочетание. Вот, также нам понадобится зелень по вкусу, сладкий перец. Я взяла один большой перец. Вы все берете по вкусу. Также здесь у меня нарезанная морковка соломкой, можно потереть. Две столовые ложки томатной пасты и также чайная ложка аджики. Аджику нам привозили из Краснодарского края, домашнего производства. Но вы можете взять магазинную. Также две луковицы, чеснок и перец. Горький перец по вкусу, если вы любите острое, добавляйте побольше перца. Называется только нарезать лук и приступим уже к обжариванию овощей. Итак, берем большую сковородку, такую большую, какая у вас только есть. Все зависит, конечно, от того, сколько у вас овощей. Дальше я наливаю подсолнечного масла и жду, пока масло разогреется. Что хочу сказать, что, на мой взгляд, это замечательное блюдо подойдет для тех, кто постится. Но для тех, кто не соблюдает пост, вы можете сюда добавить любое мясо, любой фарш. То есть, вот все, что ваша душа пожелает, все можно добавлять. Также в это блюдо я в конце один раз добавляла консервированный горошек. И вы знаете, это очень даже вкусно получилось. Поэтому экспериментируйте, пробуйте. У меня муж оценил это блюдо, ему очень нравится. Сковородка у нас уже разогрелась. Добавляем сюда две луковицы. Я порезала их просто кубиками. И начинаем обжаривать до такого прозрачного цвета. Не надо до золотистого, а просто до прозрачного. Итак, лук начал становиться прозрачным. Сейчас мы добавляем морковку. В принципе, я думаю, что я не буду комментировать. Просто-напросто понемногу будем добавлять овощи и готовить это блюдо. Сейчас подождем, когда морковка станет мягкой. Значит, смотрите, когда у вас уже морковка немножко притомилась, вот, мы будем добавлять перец. Можно, конечно, перец в конце, но мне как-то нравится, когда он более мягкий становится. И так же немножко комменнее. Если вы считаете, что растительного масла не хватает, то лучше добавить. Смотрите, пока у нас там перчик готовится, мы сделаем заправку для наших овощей. Для этого нам нужна томатная паста, аджика. Так как аджики я где-то примерно чайную ложку положу, а то я, наверное, 2 зубчика чеснока сюда патру. Добавлю немного острого перца, совсем немножко, так как аджика у нас уже острая. Добавлю немного кипяченой воды, можете даже горячую. Вот так я наливаю. Примерно, наверное, полстакана. И просто хорошо всё это перемешиваю. Потом уже в конце буду добавлять. Вот наш прекрасный перец стал мягким. Добавляю фасоль фасоль фирмы 4 сезона. Вот, я разная брала, но вот именно она получается очень нежной. Потому что я не помню, какую фирму я брала. Получается, она немножко какая-то жёсткая, травянистая, несочная. Я не могу это объяснить. Так, и после стручковой фасоли я добавляю нашу красную фасоль. Сейчас посмотрим, сколько добавить. Давайте всё добавим. Всё-таки фасоль этот белок. Так, я люблю огонь побольше, поэтому делаю на девяточку. Я хочу, чтобы это всё хорошо поджарилось. И потом мы это уже будем тушить с нашей смесью из томатной пасты. Итак, овощи у нас тушатся. Я сделала огонь немного поменьше. И сейчас я добавлю соль. Соль, кстати, в томатную пасту можно добавить. Вот, смотрите, всё равно. И добавляем вот нашу томатную смесь. Вот так. Также добавьте ещё примерно полстакана воды. Вот так вот. Хорошо перемешаем. Можно помидоры свежие добавлять. В общем, всё, что в холодильнике есть. Но я именно хотела вам вот такой вот вариант показать, который на основе фасоли. Немножко ещё, так, это лучок у нас. Немного посолить. Так, солим. Ох, какой аромат! От чеснока, от аджики, просто необыкновенный. И закрывайте это немножко потушиться. В конце мы всё это ещё поджарим. То есть, хотите, оставьте с подливкой, хотите без. Хозяин барин, как говорится. Так, смотрите, тушились наши овощи. Они, как видите, уже, допустим, фасоль зелёная поменяла цвет. Это уже признак, что она, скорее всего, готова. То есть, попробуйте её, если вам по вкусу всё подходит, да, нравится соус, то, пожалуйста, можете либо выпарить этот соус, либо оставить так, он ещё впитается. В принципе, его здесь не много. Опять обжарьте без крышки и оставьте блюдо, уже будет готовить. Что вам хочу сказать? Такое вот, такое блюдо можно подавать, как отдельный гарнир. Также можно подавать, например, к спагетти, то есть, к пасте. Тоже очень вкусно будет, особенно тем, кто пастится. Ну что, мои дорогие, наше блюдо готово. Я сейчас буду кушать это. И я желаю всем приятного аппетита. Обязательно приготовьте это блюдо. Я надеюсь, что вы останетесь довольны. Всем приятного аппетита и пока-пока и до новых встреч!